В Гомельской области пошли лисички. С нового учебного года в некоторых школах ведут единую форму для учителей. А под Минском в домашнем бассейне утонула полуторагодовалая девочка. 26 июня на календаре в студии 7 новостей Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Погнали! В Романовичах пустят два новых автобусных маршрута. Об этом сообщил глава Гомельского горосполкома Владимир Привалов в своем телеграм-канале. По предварительным данным уже разработаны экспресс-маршруты регулярного сообщения улица Туровская вокзал и улица Туровская Кристалл. Запустить новое автобусное сообщение обещают уже в ближайшее время. В Гомельской области пошли лисички. Правда, пока только локально. Результатами тихой охоты поделились в социальных сетях. По словам Гребняка, который выложил эти фотки, целый ящик он набрал в лесу Мозорского района. Однако не торопитесь за дарами леса. Гребник утверждает, что все очень локально, так как лес пустой. По словам мужчины-лисички, он собирал в 20 километрах от Гомеля. Если насобирали столько же, отправляйте тоже фотки с сильным новостям. Гомельчане такое пропустить вот никак нельзя. 3 июля в зоне отдыха пруды можно будет посмотреть на брусок мыла весом в 2,5 тонны. Он был изготовлен на Гомельском жировом комбинате ко дню независимости. Посмотреть на него можно будет в зоне отдыха пруды, которая находится в Новобелецком районе, как и само предприятие. На комбинате надеются, что гомельчане и гости города оценят по достоинству необычный сюрприз, придут на него посмотреть и устроят фотосессию. Кстати, фотки тоже отправляйте сильным новостям. Ну и куда же без криминала. Гомельчанка часто ходила в один из секонд-хендов Новобелецкого района. Но вовсе не ради того, чтобы там что-нибудь купить, пишет Белка. Дама была нацелена на сумки и кошельки покупателей. Пока они увлеченно рассматривали ассортимент, женщина вытаскивала из их сумок деньги. Действовала она профессионально. Что неудивительно, гомельчанка уже восемь раз судима за кражи. За один визит в магазин в среднем ей удавалось обогатиться примерно на 200 рублей. Поймали ее по записи с камер видеонаблюдения. Женщина признана виновной в краже, совершенной повторно. Суд приговорил ее к лишению свободы сроком на 4 года. Страшный сон любого нарушителя. Посмотрите, какое видео сбросили в гомельский авточат. По словам автора, максимальная концентрация сотрудников ГАИ наблюдалась сегодня на улице народного ополчения. Так что водители, велосипедисты, пешеходы, мотоциклисты, скутеристы, самокатчики, моноколесчики и другие участники дорожного движения. Стоит смотреть в оба. Но уже после в ГАИ рассказали, что просто проходит учебный сбор. Поэтому гомельчане без паники. В Светлогорском районе обгон по обочине едва не закончился фатально для 19-летнего водителя. Все произошло 25 июня в Светлогорском районе примерно в 6.50 утра. 19-летний молодой человек на фольксвагене ехал по дороге Р-82 Октябрьский-Паричи-Речица. Двигался он в сторону Речицы. В какой-то момент водитель решил совершить обгон. Но по правой обочине он не справился с управлением. Съехал в кювет и опрокинулся. В результате парень был госпитализирован в местную больницу. С нового учебного года в некоторых школах ведут единую форму для учителей. Это будут костюмы одного цвета или общий элемент. Кроме того, лето в администрации школы-гимназии обсудят с родителями учеников варианты второго обязательного элемента школьной формы, который ведут с начала учебного года. Девушка выпала с высоты пятого этажа. Как сообщает Следственный комитет, ночью 25 июня 15-летняя девушка была в гостях у своих совершеннолетних друзей, где компания выпивала. Подогретая алкоголем школьница села на подоконник, но потеряла равновесие и выпала с высоты пятого этажа. Сейчас подросток находится в больнице. Установлено, что степень опьянения несовершеннолетней составила 2,5 промилле. СК проводит проверку. В ТикТок набирает популярность видео о том, как выглядит белорусский паспорт под ультрафиолетом. Что же там изображено? Оказалось, что в ультрафиолетовом излучении на страницах паспорта проявляется изображение листьев папоротника. А еще номера страниц и слово «пашпорт». В комментариях, как всегда, шутки про картошку. ТикТок видео уже набрало более 2,5 миллионов просмотров. Под Минском домашнем бассейне утонула полуторагодовалая девочка. Родители ненадолго оставили ребенка без присмотра. Заметив отсутствие девочки, всей семьей стали ее искать. Но обнаружили тело в каркасном бассейне без признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть. По данным СК, каркасный бассейн был оборудован лестницей. Именно по ней ребенок и забрался в ловушку. По факту смерти проводится проверка. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях. Ставьте лайки. Присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях уже завтра.